Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и спустя полчаса после нового выпуска я записываю второй. Неожиданно для себя, но есть о чем рассказать, поэтому я снова включаюсь в эфир. Не в тот эфир, который находится на втором месте на CoinMarketCap, а немного в другой. Итак, это будет очень быстрое обновление по кратко- и среднесрочным движениям цены биткоина. Есть о чем рассказать, здесь происходят интересные вещи. Также я очень хочу показать тебе один график, который очень сильно меня удивил. Еще никто не смотрел на этот рынок под таким углом, кроме Боба Лукаса. Оказывается, альткоины еще даже не росли. Представляешь, весь рост они покажут в следующие 6-12 месяцев. И в конце видео я хочу показать тебе перевод очень интересного видео от Боба Лукаса с обновленной информацией по 4-летнему циклу биткоина, в котором мы находимся прямо сейчас. По его словам, мы находимся в самой интересной фазе, которая предшествует взрывным движениям. Да, этот ролик уже был опубликован на моем втором канале, но его посмотрело только 4000 человек. Здесь явно побольше будет. А я хочу, чтобы это увидело как можно больше людей, потому что это очень-очень полезное видео. Как обычно, я буду безумно тебе благодарен за то, что ты нажмешь лайк прямо сейчас. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Итак, начнем с этого твита плана Б, в котором он говорит, что октябрь должен закрыться выше 63 тысяч долларов. И похоже, что к этому все и идет. Ведь выше 67 тысяч долларов мы так и не смогли вырасти. Более того, вот эта битва за наши две основные линии поддержки, о которых мы говорили, провалилась. Что ж, этого стоило ожидать. Не могли же мы прямо сходу взять третью цель по CPR и пойти дальше вверх, даже не протестировав ее на прочность. Такого исторически не бывало, просто-напросто. Следующая важнейшая отметка, это вторая цель по CPR. Это около 58 тысяч 800 долларов. Эта линия будет очень сильной поддержкой. Исторически вторая линия по CPR всегда является сильнейшей. Главный вопрос, который сейчас задают, что же будет дальше. Если мы удерживаем эту линию поддержки, дальше будет отскок и продолжение роста. Вот что будет дальше. Но если мы ее не удерживаем, что тогда? А тогда я провел вот такой анализ, на котором на первый взгляд вообще ничего не понятно. Мешанина какая-то. Какая-то каша. Но давай я попробую разжевать. И с каждым пережеванным кусочком ты будешь понимать немного больше, что тут происходит вообще. Начнем с того, что это дневной график биткоина. Если мы возьмем вот этот фрактал с конца 2020 года до первого пика в 2021 году и наложим его на теперешнюю ситуацию, то мы можем заметить подозрительные сходства, не так ли? Но даже несмотря на такие потенциальные коррекции, цена биткоина все равно будет находиться в восходящем тренде. Поэтому даже после таких коррекций, даже после очень больших коррекций, я все равно буду ожидать продолжения роста. Но на кратко и среднесрочном движении цена биткоина может повторять все тот же сценарий с конца 2020-го, начала 2021-го. Растущее движение. Коррекция. Растущее движение. Коррекция. И опять растущее движение. Итак, давай используем Fibonacci по тренду от этого низа до этой локальной вершины, чтобы разобраться, почему движения цены биткоина были именно такими. Мы видим, что после этой коррекции цена биткоина нашла свою поддержку конкретно на этом уровне 0.5 по Fibonacci. После того, как она это сделала, мы увидели следующее движение вверх. Если же мы рассмотрим теперечнюю ситуацию, в которой мы сейчас находимся и растянем сетку Fibonacci от этого низа до этой вершины, то заметим, что после коррекционного движения цена биткоина также находила поддержку конкретно на этом уровне 0.5 по Fibonacci. Откуда и начался вот этот большой рост. Сравни, насколько эти ситуации похожи. Правда? Эта ситуация и это. Теперь давай используем сетку Fibonacci, чтобы определить, на каких отметках после этого нового растущего движения цена биткоина находила сопротивление и переходила в новую коррекцию. Как мы видим, растущая цена биткоина стремилась до уровня 1.872 по Fibonacci. Вот сюда. Она немножечко не доросла до этого уровня. Но приблизительно на нем она и нашла свою вершину после этого роста и перешла в новую коррекцию. Эта коррекция находила свою поддержку на уровне 0.618 по Fibonacci вот здесь. Это тоже очень важно запомнить. Теперь давай посмотрим на наш случай. Используем такую же сетку по Fibonacci и видим, что цена биткоина стремилась до какого уровня? До уровня 1.872 по Fibonacci вот сюда. Вот сюда стремился этот рост биткоина. Видишь, насколько все похоже? Нам нужно быть осторожнее прямо сейчас. Ведь если следующая сильная линия поддержки, которая находится на второй цели CPR, это 58800 долларов, как мы говорили, не удержится, мы можем увидеть повторение вот этого коррекционного движения, как здесь. Которое тогда привело цену биткоина к уровню 0.618 по Fibonacci. Если сейчас цена биткоина вернется к этому уровню 0.618 по Fibonacci, то это будет около 54200 долларов за биткоин. Откуда мы и увидим продолжение роста. Но если же вторая линия CPR, которая находится на отметке 58800 долларов, окажется сильной поддержкой, то мы увидим отскок цены биткоина уже от этого уровня. Итак, это то, что касается кратко- и среднесрочных движений биткоина. Но сейчас я хочу показать тебе следующий график, который тебя точно поразит точно так же, как и меня. Никто на это не обращает внимания. Никто этого не заметил. Никто не смотрит на рынок с такой точки зрения, под таким углом. Что он показывает? Он показывает, насколько мало вырос криптовалютный рынок на самом деле. Этот рост просто ничтожный. Это график рыночной капитализации альткоинов без биткоина. И если мы будем считать, насколько выросли альткоины в целом со времен пика буллрана 2017 года, вот отсюда, когда биткоин стоил 20 тысяч долларов, то мы увидим, что капитализация всех альткоинов без биткоина выросла всего лишь на 200%. Разве это буллран для криптовалюты 200% всего лишь? Особенно для криптовалюты. Об этом и пишет Боб Лукас у себя в Твиттере, известный биткоин-аналитик, который прославился благодаря своим 4-летним циклам биткоина. Господи, что это за тренды такие? Я такое не искал. Боб Лукас пишет, суммарная капитализация крипторынка без биткоина выросла всего лишь на 200% за 4 года. График выглядит настолько оптимистичным, что даже смешно. А учитывая рост осведомленности и принятия, я думаю, пишет Боб Лукас, что следующие 6-12 месяцев станут тем периодом времени, который будет очень долго обсуждаться после. И это похоже на правду, когда ты осознаешь, что по сравнению с пиком 2017 года, пик 2021 вырос всего лишь на 200% для альткоинов. Поэтому я думаю, что Боб Лукас может оказаться прав. И альткоины так себя покажут в ближайшие полгода-год, что это будут обсуждать и будут жалеть о неправильно принятых решениях. Собственно, давай послушаем, что говорит Боб Лукас. У него вышло очень классное видео с обновлением по 4-летнему циклу биткоина. Ссылка на мой второй канал с этим видео будет в описании. Подписывайся туда, там такие видео выходят достаточно регулярно. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, смотри Боба Лукаса, и увидимся с тобой в новых видео. Пока. Приветствую последователей 4-летнего путешествия. На связи Боб Лукас. Сегодня 14 октября 2021 года. Надеюсь, что у вас все хорошо. Это очередное видео из цикла 4-летнего путешествия. Прошло уже 2 месяца с момента выхода предыдущего видео, в котором я рассказывал о предстоящем для биткоина препятствии. На тот момент в целом все выглядело довольно мрачно. И я думаю, что мистер Рынок действительно преподнес еще одну неожиданность, как это и было в течение всего 4-летнего путешествия. Я надеюсь, что эта серия видео, по крайней мере, помогла вам в некотором роде оставаться терпеливыми и дисциплинированными, и, конечно же, придерживаться курса на этом пути. Так где же мы сегодня? На мой взгляд, мы оказались на другой стороне медали. И то, что я вижу впереди, выглядит очень обнадеживающим и очень захватывающим. И я хочу поговорить о том, как нам стоит приблизиться к этому периоду и чего ожидать. Да, за последние 3 года у нас бывали трудные времена, бывали хорошие времена, но здесь сегодня мы на 10x, скорее даже 13-14x, чем мы были, когда я опубликовал первое видео в декабре 2018 года. И это важно, когда ты инвестируешь в этот период времени, иметь возможность отфильтровать новости от страха, неуверенности и сомнений, отвергать синдром упущенной выгоды и продолжать держаться курса. Поэтому я надеюсь, что, повторюсь, эти видео помогают, и я надеюсь, что это видео укрепит некоторые из этих, некоторые из тех идей, которыми я с вами делился в прошлом. Если вы не смотрели ни одно из предыдущих видео, я рекомендую вам, вероятно, даже прекратить просмотр этого видео. Вернитесь и посмотрите, может быть, первое видео, а может быть то, что выходило в апреле 2019 года. Оно называется «Четырехлетнее путешествие» или «Четырехлетний цикл начался». Они дадут вам своего рода хорошую основу того, в чем заключается идея, каков процесс и как мы пришли сюда сегодня. Ну а в этом видео я хочу очень кратко рассказать о последнем видео. Я хочу поговорить о текущих перспективах цикла. Я действительно считаю, что мы сейчас входим в заключительный отрезок восходящей части цикла. Конечно, как вы знаете, мои циклы, да и циклы в целом, должны измеряться по минимумам, но я думаю, что сейчас мы близки к тому, что станет вершиной этого четырехлетнего цикла. Многие думают, что вершина уже достигнута. Я не верю, что это так. Но я также расскажу о том, где мы можем ошибаться в наших прогнозах и где может быть вершина, и как мы должны с этим разобраться, прежде чем перейти к некоторым практическим идеям на четырехлетнем путешествии, на модельном портфеле. Поэтому, прежде чем я перейду к текущему обзору, давайте быстренько пересмотрим трехминутный отрывок из предыдущего видео, потому что он хорошо подводит к теме этого видео и поднимает тему препятствий на последнем отрезке. Так что просто послушайте это короткое видео. По сути, я также думаю, что этот августовский третий минимум на уровне около 37600 должен удержаться в течение следующего месяца или около того по пути вверх. Мы имеем значительный минимум цикла. Минимум 60-дневного цикла. Так же, как есть 16-летний цикл из четырех-четырехлетних циклов, в четырехлетнем цикле есть 60-дневные циклы. И это будет проверка. Это будет последнее препятствие, которое, как я думаю, произойдет в сентябре, когда этот минимум цикла, если он сможет комфортно оставаться выше двух предыдущих минимумов 60-дневного цикла, одного в мае и одного в июле. Тогда он завершает то, что я считаю дном, и показывает разворот спада, начавшегося в апреле. Это будет означать высокий... У нас уже есть высочайший минимум. Вот пик последнего 60-дневного цикла 15 июня. У нас уже есть высочайший максимум. А высочайший минимум в сентябре на 60-дневном периоде также приведет нас к высочайшему минимуму. И это, по сути, подтверждение, которое мы ищем, чтобы подтвердить возобновление обычного тренда. Далее, в зависимости от того, где этот текущий цикл достигает пика, просто для аргументации назовем 50 тысяч. В следующие несколько недель. То, что мы хотели бы видеть, исходя из сентябрьского минимума, мы хотим видеть сентябрьский минимум, который намного выше предыдущего минимума. Затем мы хотим увидеть это ралли вверх в октябре, где бы не произошел этот максимум. И если это произойдет, то у нас будет целая серия высочайших максимумов на временном интервале 60-дневного цикла. И, на мой взгляд, устойчивое возобновление первичного обычного тренда. Что-то вроде этого. Поэтому, как мне кажется, минимум 60-дневного цикла встряхнет спад в течение следующего месяца. В зависимости от того, когда это начнется, это может быть на следующей неделе или через неделю, мы не знаем. А затем разворот и выход из этого максимума ставит нас на путь, который, вероятно, занимает три 60-дневных цикла к тому, что может стать пиком четырехлетнего цикла в начале 2022 года. Хорошо, с возвращением. Как вы видели в том видео, сейчас я перейду к недельному графику. Это тот же самый график, которого я придерживался последние пару месяцев. После выхода того видео, последнее препятствие в августе. То видео было записано примерно в этот период времени. Вот здесь. Когда биткоин стоил около 47 тысяч. Он не опустился пару недель спустя, оказавшись на 52,9. Так что не слишком далеко от того места, которое я обрисовал в общих чертах в том видео. А затем, как я и говорил о значительном потрясении, которое произойдет в сентябре на фоне запланированного на 20 сентября минимума цикла, он идеально подошел к этой неделе. И мы держали тот уровень 37 тысяч, который я показывал. Мы держали 39-40 тысяч и сформировали этот минимум 60-дневного цикла. Но я указываю на это вовсе не потому, что все действительно разборачивалось по сути так, как показывало ожидание цикла. Я просто хочу показать вам, что с момента минимума цикла, здесь в сентябре, мы проделали резкое ралли за три недели. И я думаю, что многие люди не верят этому движению, потому что они ожидают продолжения тренда медвежьего рынка, за которым мы наблюдали. Но в видео «Последнее препятствие» я говорил как раз об этом. «Последнее препятствие» означает, что если бы мы сформировали более высокий минимум на 60-дневном интервале, а затем поднялись бы и взяли этот максимум, максимум 60-дневного цикла, это означает, что где бы этот цикл не достиг пика, он будет иметь максимум, который выше максимума августа. И мы уже знаем, что августовский максимум выше июньского. Итак, теперь у нас есть последовательные, более высокие максимумы на 60-дневном периоде. У нас также есть, по крайней мере, один верхний минимум цикла. И у нас также есть эта структура с двойным дном. Так что этот уровень 30 тысяч держится очень хорошо. Итак, поскольку теперь у нас есть более высокие максимумы в 60-дневном интервале, а в моем понимании это и есть определение нового тренда. Поэтому у нас есть новый промежуточный восходящий тренд на временном интервале 4-летнего цикла. И раз у нас есть новый восходящий тренд, который уже подтвержден и на месте, это означает, что нисходящий тренд, который мы видели с момента пика в апреле, также по определению подошел к своему концу. Поэтому раз это снижение подошло к концу, значит мы находимся на новом восходящем тренде. Теперь мы, по сути, можем игнорировать это движение и сосредоточиться на том, что должно быть новой тенденцией. И здесь мы должны немного уменьшить масштаб, оставив весь этот страх позади и сосредоточиться на 4-летнем цикле, и поговорить о том, куда этот цикл может двигаться в течение следующих двух 60-дневных циклов, и как может выглядеть это ожидание. Многие люди все еще застряли на этом большом движении здесь и на этом спаде, думая, что все это может пролонгировать. И, конечно, такое всегда возможно. Никаких абсолютных истин. В инвестировании нет никаких гарантий. Но мы также должны быть уверены в том, что нарратив максимально предвзятый, чтобы иметь возможность позиционировать себя соответствующим образом. А затем мы должны находить решение для ситуации, когда этот нарратив не верен. Но для меня этот бычий рынок, восходящий тренд 4-летнего цикла, по-прежнему является правильным нарративом, как это было в течение 3-х лет. А в прошлом было много причин сомневаться в этом. Был ли это большой скачок на раннем этапе, а затем массивный, почти годичный спад, закончившийся капитуляцией, или вот это недавнее падение. Но для меня все это сводится к тому, что я не думаю, что мы видели, каким должен быть пик в 4-летнем цикле. Я не видел маниакальной вершины, которую я ожидал увидеть у столь молодого класса активов, который так быстро расширяется, который настолько спекулятивный. Я хочу видеть больше, чем то, что мы видели здесь в марте. Итак, если я покажу вам этот график, 6-месячный график, где каждый столбец представляет 6 месяцев, возвращаясь по сути к тому моменту, когда биткоин начал впервые продаваться, то вы можете увидеть здесь два предыдущих цикла по 4 года, а затем вы видите это массовое расширение от максимумов до образования пика, и у каждого из них есть элемент своего рода маниакальных и пузырьковых вершин, а также рост цен, намного, намного превышающий средние показатели. И вот что я вижу здесь. У нас этого просто нет на данном этапе. Это движение здесь было всего 3х от предыдущего максимума, который был за 4 года до этого, 4 года принятия, 4 года роста, чтобы увидеть всего лишь трехкратный рост с этой точки. На мой взгляд, это совсем не похоже на вершину 4-летнего цикла. И я думаю, что то, что здесь происходит, падение на 55%, частично является результатом, возможно, некоторых новостей из Китая, которые действительно потрясли весь рынок. Но также важен тот факт, что этот 4-летний цикл ведет себя несколько иначе, чем предыдущие. Этот последний 4-летний цикл настолько укоренился в наших умах, и то, как он был упорядочен, и то, как он продвигался вверх, что отличающаяся природа этого цикла действительно сбивает многих людей с толку, а также опровергает их ожидания. А это 55-процентное падение прямо здесь достигло точки, где оно было близко, где цикл должен был достигнуть пика. И у нас было движение к историческим максимумам. И у нас был элемент экстремального настроения. Да, был элемент розничной торговли. Да, было некоторое внимание СМИ. Но, по моему мнению, это было совсем не похоже на то, что было в 2017 году. И поскольку сеть растет так быстро, а принятие расширяется, я ожидаю еще большие маниакальные вершины и более значительные движения на этом рынке, чем те, что мы уже увидели. Поэтому я думаю, что это падение на 55% действительно помогло рынку восстановить новую базу здесь, на этом уровне. И я считаю, что это позволит ему вырываться на вершину следующего четырехлетнего цикла. Падение создало достаточно негативных настроений и неверие. Оно позволило пройти широкому распределению на рынке, а теперь и повторному накоплению на этих более высоких уровнях, что может обеспечивать и поддерживать этот рынок, продолжая рост к пику в четырехлетнем цикле. Ну а сейчас перейдем к месячному графику. Окей? Я считаю, что этот рынок сейчас начинает больше походить на цикл 2013 года, и эти циклы когда-нибудь станут аналогичными. Но вот что случилось. Этот произошедший в апреле пик, похож на этот апрельский пик, и он наступил немного раньше, чем ожидалось. Затем период консолидации, а затем массивное движение оставит нас в нынешнюю позицию. Я думаю, что все это ради финального забега к вершине цикла. Ну а это график, который в прошлом я уже вам показывал, на что я обратил внимание на этой скользящей средней за 10 месяцев. Мне очень нравятся эти 10 столбиков для установления тренда. Мы не теряли 10-месячную скользящую среднюю с тех пор, как рынок двигался вниз к капитуляции 2020 года. Итак, со времени этого уровня мы все еще находимся на восходящем тренде. Я думаю, что все, что мы здесь видели, это 6-месячное ралли, которое расширилось слишком быстро, но так и не достигло взорвавшейся вершины. Если бы ралли продолжило движение на еще один 60-дневный цикл выше и расширилось, может быть даже до 100, 110, 120 тысяч, тогда я мог бы запросто поддержать и признать, что это может быть пиком четырехлетнего цикла. Но я считаю, что вместо этого мы наблюдали возврат к восходящей скользящей средней. И теперь у нас повторное накопление, подготовка к финальному забегу или заключительному этапу в этом четырехлетнем цикле к пику рынка. Мне также нравится тот факт, что, например, новости из Китая были значительными. Да, наплыв китайцев продолжался 7 или 8 лет, и все это время в Китае не переставали предпринимать попыток запрета. Но на этот раз они пошли дальше и, по сути, прогнали всех майнеров и большую часть хэша, или, по крайней мере, наиболее значительный объем хэша. Мощность сети находилась именно в Китае. Речь идет о сотнях миллионов долларов капиталовложений и об обеспечении, которое было отключено буквально в одночасье. Да, рынок отреагировал резким снижением, но он также был и в позиции на продажу. Нет никаких сомнений в том, что рынок расширился. Так что за это падение нельзя винить одни лишь новости из Китая. При этом с тех пор рынок так и не обрушился. И если только задуматься о том, насколько значительным является запрет Китая на майнинг, запрет на транзакции и торговлю, а также полностью на владение криптовалютами, то, как в итоге отреагировал рынок, говорит мне кое-что очень важное. И я думаю, что действия Китая очень оптимистичны для биткоина, потому что они помогают укрепить безопасность биткоина. И все это демонстрирует рынку и демонстрирует людям, которые не верят в то, что биткоин может быть устойчивым и долговечным, на что он вообще способен. И тот факт, что он так быстро отреагировал, вернув хешрейт более распределенным образом, вернув во многом в США. На мой взгляд, все это демонстрирует рынку, что биткоин может выжить так же, как он пережил войны форков 2017 года. Каждая из этих крупных событий на самом деле биткоину только во благо, потому что они заставляют сеть ее участников в целом находить решение и адаптироваться как можно быстрее, делая это в очень децентрализованной манере. Если подумать о биткоине как о средстве сбережения, в сравнении с чем-то вроде золота, рыночная капитализация которого составляет, скажем, 10 триллионов долларов, а у биткоина только лишь 1 триллион. Если вы их сравните, биткоин – это намного лучшее средство сбережения, по всем параметрам. В этом нет никаких сомнений. Исключением для биткоина является разве что доказанная способность удержания и погашения при необходимости и при вызове. И это только потому, что это преимущественно функция времени. У золота 4 года, 4 тысячи лет истории в качестве средства сбережения как чего-то, что искали для обеспечения и хранения богатства. А у биткоина всего-то 10 лет. Так что с точки зрения распределителя капитала, если ты ищешь средства сбережения, и у тебя есть значительный объем капитала, ты действительно не можешь так просто сделать этот прыжок и разместить значительную часть капитала в том, что, по твоему мнению, может быть рискованным, как в случае с биткоином, пока ты не увидишь все больше и больше доказательств того, что это настоящее и надежное средство сбережения. Размышляя над моими словами, некоторые могут сказать, что полное безумие называть биткоин единственным настоящим средством сбережения. Да, но вы предвзяты. Вы сторонники догма. Я говорю о традиционных федуциарах, управляющих активами, о людях с огромным распределением капитала. Они смотрят на все это совсем иначе. По-другому они просто не могут. Но они все-таки хотят принимать участие и получать выгоду. И когда они видят такие события, это оптимистично. Это оптимистично для всей сети. И по мере того, как проходит каждый блок истечением времени, в сети нарастает уверенность, уверенность в модели безопасности биткоина. И это именно то, что позволит капиталу продолжать вливаться и проходить на этот рынок. 10 или 14 триллионов долларов находятся в облигациях, в облигациях с отрицательной доходностью, в которые людям приходится вкладывать капитал. Они покупают их, рассчитывая на то, что они поддерживаются центральным правительством, центральным банком. И что деньги в безопасности. Я хочу сказать, что есть много, очень много капитала, ожидающего в сторонке, желающего иметь возможность зайти на этот рынок. Но по мере роста цен и рыночной капитализации, биткоин приобретает все большую легитимность. И по мере того, как рынок становится старше, ему все больше доверяют. По моему мнению, вот откуда начинает поступать топливо. Также за последние несколько месяцев у нас произошли очень интересные события с нормативным регулированием внутри США, где возникла идея о том, что биткоин необходимо обложить еще большим налогом, необходима еще большая регуляция. И была негативная реакция со стороны представителей, сенаторов и конгрессменов. Куда более негативная, чем я, да и все мы, могли подумать. Знаете, что меня обнадежило, так это то, что многие сенаторы с обеих сторон высказались в поддержку биткоина. И да, я думаю, что все они признают, что грядет какое-то регулирование. Но регулирование разумное. И сам факт того, что члены палаты представителей поддерживают биткоин, поддерживают всю экосистему в целом, очень-очень позитивен. И я думаю, это отражается в том, что мы видим прямо здесь. Я считаю, что рынок и цена говорят нам о том, что биткоин переживет все это так же хорошо, как китайские и другие события в прошлом. И что все проходит блок за блоком постепенно. Разработка идет по плану. И это причина, по которой люди хотят быть в деле и вкладывать капитал. Итак, мы смотрим сейчас на этот рынок, и я смотрю на временные рамки этого 4-летнего цикла. И я просто повторюсь, я просто не вижу вот этот пик. Со столь небольшим увеличением по сравнению с предыдущим пиком 4-летнего цикла 2017 года. И как я уже говорил с самого начала видео, я думаю, что мы устремлены на 10х от предыдущего максимума, то есть на шестизначное число. Итак, когда же произойдет этот пик? Вы знаете, что изначально моим ожиданием было конец декабря 2021 года, то есть в течение следующих 8 недель или около того. Теперь я думаю, что это нереально. Хотя если посмотреть на 2013 год, то можно увидеть 2 месячные свечи. Если мы возьмем эти 2 месячные свечи и поместим их туда, где мы находимся сейчас, то к концу этого года мы легко достигнем 200 тысяч долларов или около того. И это меня не удивит. Именно поэтому я говорю, что не стоит увлекаться шумом, повседневным и еженедельным шумом. Необходимо придерживаться курса. То, что мы ищем, это резкое повышение цены выше средних значений, выше полос Боллинджера, а также знаменательное, своего рода, маниакальное событие. И я думаю, что модель 2013 года, вероятно, сейчас уже не подходит, потому что тогда биткоин еще не имел широкой привлекательности. Тогда это было скорее изолированное, развивающееся сообщество. И рыночная капитализация была настолько низкой, что ее можно было довольно быстро подтолкнуть с уровня 100 долларов до уровня 1300 долларов. Я думаю, что сейчас при этой рыночной капитализации нам необходимо участие с более устойчивым движением. Это движение не должно быть долгим. Но я думаю, что речь идет о двух, трех или даже четырех 60-дневных циклах. И вернемся к недельному графику. Вот он. Вверх-вниз, 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 а затем первый квартал 2022 года. Хотя может быть даже дальше, где мы получаем еще один 60-дневный цикл, после этого до финального пика, в мае, или июне следующего года. На самом деле, не имеет значения, когда именно он достигнет пика. Дело не в угадывании месяца или даты, когда он достигнет пика. Моя цель не в этом. Я не хочу возвращаться и хвастаться, но я говорил об этом еще два года назад, что пик наступит в этом месяце. Я имею в виду, что мое видео – это руководство. Гораздо важнее то, что мы сможем воспользоваться преимуществами в любое время, когда рынок достигнет пика, и будем иметь возможность как можно лучше начать масштабирование наших позиций и реализовать эти достижения таким образом, чтобы затем иметь возможность позиционировать себя в будущем в течение следующего 4-летнего цикла с гораздо большей позицией биткоинов, чем та, которую мы имеем сегодня. Вот в чем главная цель. Это было моей целью еще в 2017 году. И это меня не подвело, потому что я хотел избежать массивного того, что, по моему мнению, должно было стать массивным спадом, потому что я всегда делал это в прошлом и смогу повторно накопить гораздо больше биткоинов на минимумах. И я не думаю, что в будущем 4-летние циклы будут столь же различными с точки зрения их волатильности и увеличения цен. Но я все еще считаю, что раз мы можем получать 55% падения за 2 недели или какое-нибудь серьезное движение вверх, значит в какой-то момент мы все равно еще увидим снижение на 70, 75 и 80% до следующих минимумов медвежьего рынка. Я почти уверен, что это произойдет. Поймите, я не хочу чересчур усложнять многое из того, что уже было сказано за последние два года. Если вы возьмете и пересмотрите те видео, вы заметите, что я обрисовал несколько вариантов того, как мы поднимемся к более высоким уровням здесь, в конце 2021-го, в начале 2022-го года, в рамках подготовки к тому, что, вероятно, будет медвежьим рынком в декабре 2022-го года. И потребовалось несколько вариаций. Если вы посмотрите на 10-месячную скользящую среднюю и посмотрите на увеличение цены до 10-месячной скользящей средней, то увидите, что одно увеличение выше, ниже и выше. Если вы посмотрите на движение за 2017-й, 2019-й годы, извиняюсь, движение за 2015-й, 2017-й годы, оно придерживалось 10-месячной скользящей средней на протяжении всего пути, за исключением увеличения до пика. И это во многом все облегчило. Торговать могло бы быть намного сложнее, поэтому я всегда говорю, забудьте о колебаниях цены и сосредоточьтесь на тренде. На тренде выше, в сторону пика. Вот что всегда было целью. Поэтому, если вы попали в ловушку синдрому упущенной выгоды, когда отметка была расширена и прибавила слишком много, вы, вероятно, уменьшили или вырвали эту позицию, когда все это зашло слишком далеко. Я знаю, что многие сделали так. То же самое произошло совсем недавно еще раз, в то время как все путешествие, люди держались ровно. Когда я возвращаюсь к своей повестке дня о продолжении придерживаться курса, на самом деле речь идет о том, чтобы просто довольствоваться своей позицией и придерживаться курса с этой позицией по пути к вершине. Если ты начинаешь думать, что перехитрил рынок, будучи уверенным в том, в каком направлении он пойдет, ты будешь прибавлять слишком много в самое неподходящее время и в конечном итоге потеряешь большую часть своей позиции, когда в краткосрочной перспективе рынок изменится против тебя. Поэтому, повторюсь, у вас должно быть основное распределение. Этого основного распределения должно быть более чем достаточно для того, чтобы действительно существенно изменить вашу жизнь. Если мы действительно получим результаты того типа, который мы ищем, и я хочу еще раз предупредить вас, что как в 2017 году, как в 2013 году, и как я уже говорил раньше, мы еще увидим эти дни упадка на 10 тысяч долларов, и мы уже видели одно из них. Мы видели это совсем недавно. По мере того, как мы становимся все выше, выше и выше, снижение на 10 тысяч в некоторых случаях превращается всего лишь в снижение на 10%, а возможно позже в снижение на 5 или 7%, и биткоин запросто может сделать это и за один день. И если вы посмотрите на движения 2017 года, и все эти движения к минимумам 60-дневного цикла, многие из них были 30-35 и 37% падениями, точно так же, как и в недавнем случае. Это падение было не на 37%, а даже на 55%. Так что нет причин не ожидать чего-то подобного. И если мы действительно пойдем по такому пути вперед, повторюсь, стоит ожидать падения примерно на 30%, падение на 20 тысяч долларов от этого уровня. Если он дойдет до, скажем, 130 тысяч, и произойдет падение на 30 тысяч, то курс биткоина упадет на 30 тысяч долларов. Итак, как я говорил в начале, самое сложное впереди. Впереди при условии, если мы получим на рынке такое действие. И это потому, что, когда биткоин находится на уровне 125 тысяч долларов, а ты находишься на минимуме в соответствии с модельным портфелем, и сидишь с настолько большой открытой прибылью, происходит то, что возникает соблазн захотеть реализовать эту прибыль, потому что ты сильно боишься того, что потеряешь все это. Ты не знаешь, когда выходить, если рынок обернется против тебя. И когда рынок начнет падать на 10, 15, 20, а то и 30 тысяч долларов, очень легко увидеть... Вы увидите, что открытая прибыль начинает падать. Падать очень существенно. И очень легко запаниковать в самое неподходящее время. Поэтому важно, чтобы размер твоей позиции был адекватным для понимания того, что будет происходить, что будет 30-ти процентное сокращение твоей открытой прибыльной позиции. Но также важно не смотреть на пик, на то, чтобы пиковая стоимость твоего портфеля оставалась на вершине этих циклов. Потому что, повторюсь, ты сосредотачиваешься на маниакальной вершине пика. Это то, что тебя беспокоит. И чтобы добраться до этой точки, тебе необходимо иметь возможность делать один шаг назад на каждые два шага вперед на протяжении всего пути. По-другому просто никак. Поэтому, если мы дойдем до этих пиков, если мы дойдем до точки, когда рынок расширится в краткосрочной перспективе, и все снова начнут говорить о биткоине, каждый день публикуя в Твиттере новые максимумы, используйте их как возможности, чтобы возможно сократить некоторые из ваших позиций, если вы чувствуете, что не можете спокойно спать по ночам. Но не используйте 30-ти процентное снижение цикла минимумов для корректировки этих позиций. Если вы собираетесь заниматься любым видом трейдинга или любым видом покупок и продаж на этом рынке, сохраняйте распределение, к которому вы вообще не прикасаетесь, несмотря ни на что. Играйте на марже, играйте на периферии, но учитывайте то, когда именно покупаете и когда именно продаете. Если вы покупаете, если вы продаете после снижения на 20%, значит вы реагируете на эмоции и страх. А если вы покупаете после расширения, когда рынок показывает 4, 5, 6 зеленых свечей, и он находится на рекордном высоком уровне, тогда вы имеете дело с синдромом упущенной выгоды. Вы покупаете в ответ на мысли вроде, «Ну блин, еще бы чуть-чуть, и у меня было бы намного больше открытой прибыли». Я мог бы купить... Я мог бы купить жене новую Ауди, а себе бы Мерседес. Такого рода мысли. Так что вы переворачиваете весь нарратив, полагаясь на свои эмоции. В большинстве случаев ваши эмоции на рынке будут ошибочными. Они будут пытаться сбить вас с пути на протяжении всего процесса. Поэтому можно даже сказать, что все стоит делать вопреки тому, что вам говорят эмоции. То есть, если вы захотите в какой-то момент прикупить немного еще, значит, вероятно, самое время немного продать. Верно и обратно. Если вы захотите немного продать, значит, возможно, пришло время немного закупиться. И если вы хотите продавать, также есть аргументы того, что вы, вероятно, пошли на это с немного завышенным распределением. Но я не могу сказать вам, каково будет ваше распределение. Я могу поделиться с вами только эмоциональной стороной этого процесса. Но есть вероятность того, что ваше распределение может быть слишком большого размера. А это очень важно. Я знаю, что некоторые из вас настоящие прожженные ходлеры. И вы, ребята, настолько стоические и настолько сильны в своих эмоциях, что знаете, что это к вам неприменимо. Вы достойны уважения, распособны так держаться. Но я говорю о людях, у которых есть печальный опыт продажи в неподходящее время, или покупки в неподходящее время. И ни к чему хорошему это не привело. Потому что вот здесь, повторюсь, мы имеем 13-14х от минимумов, но они могут быть только на 2, 3 или 4х от своей позиции. И это не только потому, что они вошли не в самое подходящее время. Бычий рынок действительно может спасти даже при принятии самых худших решений. Так что просто знайте об этом. Так что повторюсь, уже и говорить особо не о чем, о чем мы еще не говорили в течение 2,5, почти 3 лет выхода моих видео. И это действительно может быть, если мы получим такое взрывное движение. Это может быть последним видео, которое вы увидите перед продажей. Но я бы быстро хотел коснуться темы того, где же мы могли ошибаться, потому что я думаю, что это важно. И как риск-менеджер, ты всегда должен иметь представление о том, в чем ты мог ошибаться, и как повернуть все это вспять, и как выйти сухим из воды и продолжить жить. Я считаю, что это безусловно очень важно. Я думаю, это очевидно, что у нас есть очень четкая точка аннулирования. Насколько я могу судить, это последний минимум цикла. При таком восходящем тренде следует соблюдать каждый минимум цикла. А это означает, что как только мы формируем минимум, а затем поднимаемся и делаем новый максимум, каждый из этих минимумов оставляет после себя точку аннулирования бычьего тренда. Особенно в этот поздний период в 4-летнем цикле. В ранние периоды 4-летнего цикла. Да, мы часто получали так называемые мной неудачные циклы, при которых тренд был не таким ясным, как сокращение. Но на этом этапе, в конце 4-летнего цикла, мы должны сейчас развиваться, и мы должны развить очень четкий и серьезный тренд более высоких минимумов и более высоких максимумов. И это означает, что этот минимум, который сейчас составляет, 39 500, и вы хотите немного скинуть. Просто на всякий случай, но, по сути, сейчас, на мой взгляд, это тот момент, когда невозможно сделать ничего хуже этого. И вы можете подумать, что это безумие, и на самом деле это не имеет значения, потому что то, как я управляю своими деньгами, это мое дело. Но что я буду делать, если этот рынок развернется и будет торговаться ниже этого уровня 39 000? Тогда я буду в худшем случае с чистым нулевым итогом на рынке. Это означает, что я либо продам свои биткоины и полностью уйду с рынка, либо буду застрахован на фьючерсных рынках, чтобы не иметь рисков, связанных с биткоином. Сейчас у меня нет никакого интереса в лонгировании биткоина. Даже в этом ходлер-аккаунте, если мы опустимся ниже этого уровня 39 000. И особенно, если мы не сделаем новый рекордный максимум, если мы перевернемся с этой точки по какой-либо причине. И это самый худший сценарий. Я люблю говорить о наихудших сценариях, потому что очень легко говорить о бычьем сценарии, о своей предвзятости или о нашем сценарии. На самом деле, каждый имеет предвзятость в своем сценарии. И очень легко просто проигнорировать наихудший случай, потому что он идет вразрез с чувством необходимости в своей правоте. Но очень важно быть способным задаться вопросом о том, где я неправ. И это именно то, в чем мы можем быть неправы. Мы достигли пика на этом уровне. Мы не добиваемся нового максимума. Мы разворачиваемся. И как вы можете видеть, мы падаем вниз и пробиваем минимум. В конечном итоге происходит то, что тренд более высоких минимумов ломается, так же, как и тренд более высоких максимумов. Тогда нам придется вернуться к идее о том, что этот максимум является действительно максимумом, а затем этот следующий максимум, который является более высоким минимумом. Извините, более низким максимумом. Так и продолжаю оговариваться. Более низким максимумом. А затем следует тренд на гораздо более длительное время, чем четырехлетний цикл, на понижение. Мы явно не хотим этого видеть. Я не собираюсь быть в биткоине, если мы потеряем этот уровень. Потому что в момент, когда он пробьет уровень 30 тысяч, по факту последует падение до уровня 20 тысяч долларов. И я определенно не собираюсь сидеть и смотреть, как мое распределение в этот момент сокращается на 60, 70, 80 процентов. Но даже при уровне 38 тысяч, это десятикратный рост модельного портфеля. И это меня устраивает. На каждое из 100 тысяч долларов, вложенных в модельный портфель, это доход в 1 миллион долларов. Это не так уж и плохо. Для худшего сценария, когда рынок достигнет пиков всего в 2х-3х, выше предыдущих максимумов. Удивительно, на многие люди в начале четырехлетнего цикла не повелись на маниакальную взорвавшуюся вершину, проигнорировали ее, и поэтому рано вошли на медвежий рынок, получив возможность извлекать из этого 10х. Это очень хороший результат, на мой взгляд. Еще раз, я не пытаюсь быть сторонником того, что все обречено. Но кем я не хочу быть, так это оказаться в положении оленя, на которого надвигается свет фар, наблюдая за тем, как стоимость в моих активах значительно падает. На данный момент для меня эта ситуация, если вероятность вообще что-то значит, вероятность которой составляет 10%. Окей? И эта вероятность, конечно, не основана на каких-либо научных или математических данных. Это просто мое ощущение рынка. Но основываясь на моих знаниях о циклах и о том, куда, по моему мнению, идет этот 4-летний цикл, я думаю, что путь, 4-летний цикл, это все еще правильный путь. На самом деле, он не сильно-то отклонился за последние 2-3 года. И я хочу быть полностью распределенным и инвестированным, и быть в позиции, позволяющей подняться выше к пику. А теперь совсем вкратце о 4-летнем модельном портфеле. Все очень просто. В нем говорится о распределении. А вот и он. В нем говорится о текущем владении портфелем в 100 тысяч долларов. Текущая стоимость портфеля составляет 1,7. Началось все со 100 тысяч долларов, и такова текущая прибыль. Конечно, мы продали небольшую часть этого портфеля, чтобы окупить первоначальные затраты. Но вы знаете, что моя цель и моя работа заключается в том, чтобы извлечь максимальную ценность, максимальную прибыль из этого 4-летнего цикла. Насколько это вообще возможно в рамках подготовки к уже следующему 4-летнему циклу? Это было видео о 4-летнем цикле за этот месяц. Я не знаю, когда выйдет следующее. Есть шанс того, что в следующем видео речь преимущественно будет идти о чем-нибудь вроде «Я продал свою позицию» или «Я продал большую часть своей позиции, и я думаю, что это уже вершина, или мы близки к ней». Но я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что будет еще одно видео. Но я думаю, что когда это видео появится, мы будем уже на последних этапах забега. Настроение будет довольно возвышенным, и я думаю, что мы будем довольно близко к пику. Но пока, пожалуйста, посмотрите мои предыдущие видео. Старайтесь оставаться дисциплинированными и терпеливыми. Я думаю, что все будет хорошо. Желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо.